Добрый день, коллеги! Рад всех приветствовать! Меня зовут Марченко Юрий. Традиционно мы с вами начинаем утренний брифинг. Сегодня 20 число, сегодня у нас уже среда. И есть результаты за эту неделю, к сожалению, не отрицательные. На полпроцента мы с вами снизили нашу доходность. Мы продавали евро доллару, здесь забрали полпроцента плюс, да, и собственно пробой у нас не получилось. Там до тейк профита не хватило буквально пунктов тиков 30, да, для того, чтобы заработать еще один процент. В итоге две сделки. По пунктам мы с вами плюсуем, но из-за того, что объемы в сделках разные, оказались результаты. Остался тот, который мы сейчас с вами видим. В принципе результат поправим. У нас с вами 10 дней календарный, для того, чтобы вид почти полторы недели торговой. Для того, чтобы результат поправить, мы с вами и не такое видали. Сегодня у меня для вас есть 6 торговых идей, которые мы попробуем реализовать так либо иначе. На некоторых валютных парах где-то сразу, где-то нет. Начнем с европейца. Значит, обращаешь внимание, что сегодня в среду мы, во-первых, работаем по расписанию среды, как обычно, и строчка события на сегодня у нас пустая. То есть в экономическом календаре, даже несмотря на то, что там Марио Драги стоит, какие-то там праты и прочее, и прочее, все это не столь важно, потому что Марио Драги уже сделал свою функцию, он уже объявил все, что хотел объявить. Результат этого объявления мы видим с вами на котировках. Больше ничего нового мы там не увидим. А вот по евре идея номер один, это, собственно говоря, поработать на пробой. Ну, во-первых, стоит обратить внимание, что достаточно четко мы сами увидели движение вниз. Ранее предположили, отбойчик очень правильно произошел, все как положено. Причем, смотрите, контракт новый. Сегодня, кстати говоря, до 20-го происходит именно экспирация этих самых контрактов. Но влияние на рынок это уже не должно приносить большого. Значит, тем не менее, до тех пор, пока мы с вами находимся ниже этого кластера, который мы с вами ранее отмечали, мы будем рассматривать евро как шартовую. Поэтому пока мы ниже отмечки 1.16.90 никаких лонгов не смотрим. Можно ли смотреть шарты? Да, однозначно можно. Однако вчера вот эта остановка, где у нас не получилось забрать тейкпу на пробой, она выглядит вот так. То есть здесь очень интересная выкупная такая дельта. Фактически инструменты очень интересно останавливались сначала лимитными ордерами, потом ордерами типа market buy отгоняли своего рода наверх. То есть в этом случае была проявлена инициатива покупателей. Зачем они это делают и как это делать, не суть важно, но мы с вами можем предполагать о том, что их интерес возможно здесь сохраняется. Поэтому пока мы не прошли вот всего этого безобразия, говорить о шартах также не приходится. Но идея заключается именно в работе на пробой. Если мы с вами посмотрим данные брокера Уанды, то увидим, что по открытым ордерам на текущий момент, да я вам даже сейчас скажу, вот в all position начинается очень интересное скопление стопов, вернее заявок типа market sell, это либо sell stop, либо стоп лостом, не суть важно, да, если все исполняется одинаково. Шириной в 250 пунктов расположены они очень правильно. Они спрятаны за вот минимум от 29 мая. Поэтому если мы, не мы, а если цена окажется ниже отметки 1.1509, скажем так, то мы возможно увидим с вами импульс, шириной в 150 пунктов, связанный со срабатанием чисто на стопах. Поэтому шорт там, ну а там уже посмотрим, будет ли откат, можно ли заходить повторно в продажу и так далее. В общем, идея здесь заключается чисто на пробой. Фунт доллар. Здесь тоже у нас есть одна идея. Идея поработать в шорт. И, кстати говоря, неплохо вчера в целом получилось. Действительно, импульс не состоялся. Смотрите, как выглядят кластера. Мало того, что мы вообще в целом заваливаемся по кластерам. То есть, фактически, ну, это новый контракт. То есть, фактически весь объем находится наверху. И мы сейчас видим движение вниз и рассматриваем его как основное движение вниз. Ну, вашего внимания я обращаю на вот этот кластерочек. Вернее, на вот эту группу кластерочков. Эта группа кластерочков связана с пробоем минимума. Она за продавцами, так сказать, мы идентифицируем. Поэтому, пока мы ниже нее, говорим мы с вами только лишь о шортах. В принципе, спрятать стоп-лосс за нее логично. Однако, правильнее это сделать за весь этот объем. Но это очень широкий стоп. Поэтому идея здесь. При откате в отметочке 1.32 ровно, 1.32.30 попробовать пошортить. Почему нет? Может быть, даже от поинтов контроля всего этого безобразия, который находится на отметочке 1.32.05. В принципе, со стопом 280 пунктов, 300 пунктов, да, можно попробовать взять шорт. И здесь геройствовать не надо. Тейк-профит установлен на 1.31.65. Будет, в принципе, достаточно с точки зрения соотношения лосс-профита и так далее, и так далее. Но, как видите, сейчас пока цена находится в самом низу, возможно, наш сценарий даже не реализуется. Не суть важна. Мы просто к этому готовимся. Все-таки сейчас азиатская сессия. Еще не все сказано. С точки зрения позиционности и правильности постановки стопов, конечно, лучше уставить за этот хай. Но, как вы понимаете, это очень далеко. И такой стоп любую сделку превращает в невыгодную с точки зрения соотношения лосс-профит. Хотелось бы еще отметить одну идею. Это возможное обновление минимума. Мы даже здесь видим стопы, которые расположены под этим самым минимумом. Поэтому пробой может быть, пробой может быть импульсник. К сожалению, я не верю этим данным брокеру Ванда, потому что фунт здесь низко ликвиден и очень часто показывает всякую ерунду. Но, тем не менее, ребята, которые знают, как работает торговать на пробой, ради бога, можете это делать. Стопы там есть. То есть, они до размера 1,31, 1,36 их ловить можно. Почему нет? Если состоится этот откат, можно, в принципе, будет на откате пробой. Можно будет на откате пробовать шортить. Куда? Наша цель это 1,29... Ой, 1,30,90. Прошу прощения. С утра не вспулся, наверное. Какие-то неправильные цифры говорю. 1,30,89. 1,30,90 это то место, куда можно, в принципе, ждать фунт в ближайшее время. Не забываем, что именно на фунте, вернее, именно в Англии на этой неделе будут основные макроэкономические события. И состоятся они завтра. Это решение по процентной ставке. Очень будет, думаю, весело. Особенно на фоне того, как ФРС очень планомерно поднимает свои процентные ставки, да еще и народ вселяет оптимизм в народ. Доллар, канадский доллар, закрылся на хаях. Некоторые могут обратить внимание, как он торговался, да, последние там часы, но не последние, а последние вторую половину суток вчерашние, да, то есть фактически не проходя отметочку 1,32,90. Ну, прямо сейчас мы видим, как это все дело происходит. Обращаю же внимание, что там на этих, на этой инструменте, в принципе, нет ничего такого критичного. То есть мы видим с вами, что дельта, что кластера внизу, да, примерно на одном и том же самом уровне, но я бы не сказал, что там какая-то активность покупателя очень ярая, да. Мы видим даже напротив очень много отрицательной дельты, которые свидетельствуют о том, что в основном вот в этих местах заявки проходят по ценам бит, значит, инициативующие продавцы на сделках были. Поэтому движение вниз здесь, это как бы движение основное, никуда от этого не денется. Но идея от этого не, хуже не становится. Мы ждем с вами вероятного отката, который может быть, да. И ловить его стоит в пределах 1,32, ровно 1,31,60. Почему? Потому что здесь также накоплен объем по новому контракту. Вот он здесь. Пошортить доллар-канадский доллар имеет смысл только лишь, если цена окажется ниже, чем 1,31,60. Все остальное, мне кажется, самоубийство и ярый контртренд. Вторая идея, это, собственно говоря, увидеть пробой и на откате попробовать откупить. Почему нет? И целей здесь две. Одна из них очень очевидна 1,33,11, но она настолько близка, что, скорее всего, даже не имеет никакого смысла. А так, в принципе, 1,34,25 попробуем дотянуться. Это высоковато, честно скажу, очень даже высоковато. Но, тем не менее, туда ехать – это практически одна фигура, больше, чем одна фигура. Кстати, как-то спор мы там, не спор, а разговаривали про фигуры. Тысячу пунктов в пятизначном выражении является всего рода фигурой. Не суть важна. Однако, если у нас здесь получится увидеть импульс, откат, войти на откате, то выходить надо будет либо по соотношению сделки, то есть 2 к 1, 3 к 1, если получится, либо досидеть до сделки 1,34,25, тогда вы будете просто супер-пупер огонь. Стопов там не видно, поэтому особо-то на пробой работать не приходится. Все, кто там в УАНДе торгуют, они почему-то пробуют шартить сейчас. Они не будут останавливать цену ни в коем случае. Это желающие продать. Если рынок будет сильный, если покупателей будет много, все, кто хотят продать, они продадут обязательно. И никак на цену не повлияется значительно. Доллар – японская иена. Вчера в триме очень много о нем говорили. И здесь, во-первых, сделка, которая со стримом была закрыта вчера же. А во-вторых, ровным счетом ничего. Здесь даже нет никакой идеи. Я ее очень быстренько пролистаю. Скажу лишь только то, что по новым контрактам у нас вот этот объемчик, он у нас пока главный, но он находится вообще в самом-самом центре всего. Я, честно говоря, даже не знаю, как поступать. Единственное, что я знаю, это хорошее движение вверх можно будет ждать, если пробьем 101.400. И хорошее движение вниз можно будет ждать, если пробьем 109.20. Но эта идея далеко не на сегодня, может быть, даже не на завтра. Николай, не знаю, про какую картинку я имею в виду с фунтом. Фунта мы уже с вами рассмотрели. Это второй инструмент, который мы с вами смотрим. Если вдруг вы потерялись, ребята, по брифингу, значит, советую смотреть в записи. В записи я делаю метки под каждым. То есть, читайте описание обязательно к брифингу. Там есть метки. То есть, если вас интересует, например, Австралия, если у вас есть какие-то позиции по Австралии, и вы не хотите смотреть 20-15-минутный ролик по брифингу, вы, пожалуйста, запускаете его. В описании находится австралийский доллар-доллар. Там временной код. Нажимаете на него, и вы сразу попадаете на то место, где начинают обсуждать именно австралийский доллар. То есть, вот эти вот коды, они на самом деле, тайм-код, да, они на самом деле очень удобны. Мне подсказали так делать, и в принципе, это круто. Еще пару идей на австралийском долларе. Значит, вчера мы ждали от него какой-то коррекции, но нифига мы не дождались, да, очень уверенно провалились дальше вниз. Хочется немножечко отметить на австралийце, что встречали. Очень неплохо там нас встречали, вот в этом месте. И даже мы сами видим, как убили по офферу неплохо. И при любом откате вниз, Америкосу, да, с лимитными ордерами все это дело останавливали. Теперь, значит, основная наша концепция. Ну, вот, да, это еще идея на этом графике. Идея со вчерашнего брифинга, кстати говоря, она только сегодня даже нет, даже не реализовалась. А что мы будем ждать? Ну, и сценария 2, либо откатываем и там продаем. То есть, куда ждать откат? Ну, вот сюда, где есть точки сопротивления. Значит, 0,7420 начинается эта зона и заканчиваем. 0,7480 – это ширина 600 пунктов. Широковато, сразу хочу сказать. Поэтому имеет смысл здесь уменьшать этот стоп. Но уменьшаем мы стоп не просто, что стоп подставляем, а уменьшаем мы стоп просто меняя соотношение. Поэтому смотрите, обращаю внимание, что поинтов контроль. Всего этого объемчика находится в районе 0,7450. Поэтому вот этот диапазон цен – 0,7450, 0,7420 – очень прекрасное место для того, чтобы поискать точку фото в шорт, либо кинуть туда лимитичку. Ну и, собственно говоря, стоп поставить над 0,7480. Я думаю, эта идея может вполне сработать. Лишь бы начался откат. Пока этого нет. Пока мы двигаемся вниз. И поэтому идея номер 2 – это пробой минимума, который подтверждает, что здесь той активности, которая была вчера, нет. После этого откат. И поехали в шорт. Цель, которую будем преследовать – 72,80. Посмотрим, что из этого получится. Здесь, кстати говоря, если у нас получилось зашортить, то при хорошем соотношении надо будет выскакивать при 73,70. 72,80 можем не досидеть. Во всяком случае, нервы у вас могут не досидеть в этом плане. Золото – ничего нового. Да, вот тут даже я не стал старые картинки стирать. Быстренько просмотрел. У нас здесь был из торгового стрима мы с вами шортили 1282. Была идея доехать до отметочки 1270. Не доехали немножечко тиков. Но я думаю, что нет людей, которые на этом потеряли. И поздравляю тех, кто… Да, я реально знаю, потому что ребята мне пишут. Поздравляю тех, кто смог продать по идее внутреннего брифинга вот здесь. Да, по 1283. Не знаю, до скольки вы досидели, до скольки бы вы там не досидели. Заработать на этой сделке было достаточно легко. Дальше, на сегодняшний день я предлагаю присесть на забор, потому что действительно на самом низу, точно так же, как и на австралийце, как и так же, как и на евре, очень интересно и сильно останавливали, что видно по дельте. Поэтому пока мы там вниз не пройдем, я бы шортам бы не присматривался дальше. Поэтому идеи здесь нет. Скорее, мы это стираем и смотрим, что будет рисовать инструмент дальше. Нефтмаркет WTI. Честно говоря, она меня расстроила. Мы здесь ждали, что ниже этого объемчика не пройдем, а в действительности прошли. И сделали мы это буквально в первом части открытия американской сессии. Очень сильно били здесь по биду. Потом встречали по офферу, то есть, как сделки проходили. Можно ли это говорить о том, что цену от падения останавливали? Вполне можно. Но, с другой стороны, если бы это была сильная тенденция, обычно мы не должны проваливаться под этот объемчик. Поэтому я здесь присаживаюсь на забор. Про продажи я говорить не буду вообще, в принципе, пока мы не пройдем вот эту вот конструкцию всю. То есть, пока цена не окажется ниже, чем 63.40. Для покупок, в принципе, надо пройти к какой-нибудь важный интересный кластерочек либо показать какую-то динамику. Пока ни того, ни другого я не вижу. Поэтому забор... А вот нефть марки Brent, которая торгуется на Москве, здесь, в принципе, такого не сделала. И тот диапазон цен, который мы с вами еще вчера отмечали, 74.70 и 73.80, он не был пробит. Но и до цели мы с вами тоже не доехали. Фактически, это вчерашнее движение больше похоже на флэтовое движение. Поэтому все, кто вчера здесь сделал, ну, совершал сделки там в ланге из наших вот этих вот соображений, да, тем людям я предлагаю позиции прикрыть хотя бы наполовину либо перестать стоп без убыток, потому что не в WTI рисует свою слабость. Вполне возможно, что Brent сделает то же самое. С другой стороны, пока идея не отменена. Заходить по-новому в ланге, не имея нижнего смысла, может все закончиться так же, как и на Brent. Доллар-рубль вчера немножечко заставил попереживать. Ну, ровным счетом ничего. До экспирации данного фьюча осталось один день. 21-го числа происходит экспирация. Для ребят, у которых мало опыта, сообщая, что экспирируются квартальные фьючерсы и квартальные опционы, экспирируются они в дневной клиринг. То есть, получается... А сколько у нас в дневной клиринг-то? Ой, ребята, из головы вылетело. В 13... Нет, нет, нет. Так, да. Короче, в дневной клиринг посмотрите. Я сейчас не буду вспоминать, сейчас начну вспоминать еще, потом что-нибудь придумаю, и вы меня затролите в комментариях. Не буду давать пищу для троллей. В общем, в дневной клиринг. Не теряйтесь. Что здесь важно, на мой взгляд, это то, что с открытием Америки, да, вот, во-первых, мы как остановились, и с открытием Америки мы увидели очень интересные такие кластраны верхушечки, вот, которые ровным счетом завалили цену вниз. Поэтому я думаю, что дальнейшего роста пока сегодня ждать не придется. Если это и будет, то это будет лишь кратковременно. И все-таки на экспирацию мы выйдем в рамках той цены, которая у нас сейчас есть. Новых позиций, понятное дело, советую не открывать. Во всяком случае, в этом контракте, в новом контракте будем смотреть сами уже после того, как он будет у нас фактически основным. Позиция у меня одна, я об этом уже не раз говорил, это продажа, покупка Кондора, опционная позиция с продажей колов по страйку 65 тысяч. До туда, в принципе, еще более чем 1000 пунктов. Я не думаю, что мы дойдем за полтора дня это расстояние. Фьючерс на индекс РТС в принципе сделал то же самое, что и доллар-рубль. Также с падением открылся. Также ближе к Америке очень интересный кластерат, здесь мы с вами, видимо, нарисовали. И также выделили с вами некую интересную инициативу, которая дала движуху таки вверх. Что делать дальше? Также сидеть. Ничего нового абсолютно делать нельзя. Если уж речь идет о работе на новом контракте, то тогда присматриваться в шорт примерно от этих диапазонов. Но это новый контракт, мы его пока не смотрим. А что касается старого контракта, то же самое экспирация. 21 числа, дневной клиринг. S&P 500 немножечко меня расстроил, обращаюши внимание, что азиаты, назовем их так, каждую свою сессию заваливают, исключением становится, не становится исключением, сегодняшний день заваливают S&P 500 индекс. Завалить у них удалось к открытию Америки ниже нашей с вами зоны, 2739. И только с открытием американской сессии мы видим с вами какой-то рост. Это уже длится несколько дней подряд. Такое впечатление, как будто бы индекс S&P 500 нужен только американцам, азиатам он нафиг не уперся. Поэтому одни его продают в течение своей торговой сессии, другие его покупают в течение своей торговой сессии. И я советую здесь ничего не делать, не предпринимать, потому что зона сопротивления, которая была уже наторгована, она может оказаться реально большой. И здесь сделать нечего, тем более, что мы пикнули ниже нашей поддержки. Это говорит о слабости покупателей. К тому же мы с вами поняли, что из покупателей остались только одни Америкосы. DAX. Здесь в принципе то же самое, ребята. Экспирация здесь проходит, и я советую данный инструмент тоже пока не рассматривать, тем более, что он как-то гэпает. Очень интересно. Опыта у меня в нем мало. Придумывать что-то не буду. И с пальцев высасывать тоже, собственно, не буду. Все, коллеги, на этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, просматривайте видео, которые есть в рекомендациях. Сегодня всем желаю профита закрыть неделю и месяц в профит. Все, ребята, пока.